Говорит, показывает Ермаков, для пользователей Windows 7 наступает, мягко говоря, не очень приятное событие, ее поддержка заканчивается. Что это значит? Что будет с компьютерами на Windows 7? Можно ли будет пользоваться Windows 7 дальше? И чем это шревато? Ты узнаешь в этом видео. Если Windows 7 оставила весомый след в твоей жизни, то подпишись на канал и поставь лайк на это видео. Можем ли мы набрать под этим видео 100 лайков, а на канале 13 тысяч подписчиков? Также советую подписаться на наш паблик ВКонтакте и вступить на наш сервер Дискорд, где мы обсуждаем очень интересные вещи. Все ссылочки внизу. Что такое окончание поддержки? Многие из вас помнят, что 6 лет назад то же самое было с Windows XP и никто практически ничего не заметил, кроме того, что на ней перестали запускаться новейшие версии некоторых приложений, например, браузеры Chrome и Firefox. Но если насчет этого можно не париться, то к вирусам компьютеры с Windows XP, вообще говоря, стали более уязвимы. Видимо, такая же печальная участь ждет и пользователей Windows 7. Так ли это? И насколько правдивы сведения о том, что поддержка Windows 7 будет продлена до ноября, а то и вообще до 2023 года? Все это мы и проверим. Windows 7 вышла в конце 2009 года, то есть почти 10 лет назад и стала второй после Windows XP операционной системой, получившей массовую любовь и обожание среди пользователей. Дело в том, что ее предшественница Windows Fista мало того, что очень долго разрабатывалась, так еще и получилась унылым гавом. Так что пользователи предпочти остаться на более юзабельной Windows XP. И только спустя два года Microsoft так и довела до ума свое детище, выпустив семерку. В 2012 году вышла Windows 8, в которой исчез пуск, а некоторые приложения стали плиточными. Такая попытка превратить ПК в планшет пользователям явно не зашла и они остались на семерке. Даже возвращение кнопки пуск в Windows 8.1 не смотивировало народ подняться на ступень выше. А вот насчет Windows 10 мнения разделились, хотя в последние годы народ начинает переходить на нее все чаще и чаще. С 2011 по 2017 год Windows 7 была самой популярной операционкой в мире. Так в чем же секрет такого громкого успеха семерки? Возможно этот вопрос стоит рассматривать с двух сторон. Первое это чем она лучше Windows XP и Windows Vista. И второе чем она лучше Windows 8 и Windows 10. С Windows XP это отдельная история. А вот что касается Vista, то Windows 7 гораздо выше оптимизации и скорость работы, чем в Vista. Что пользователи мгновенно ощутили. Огромное количество новых функций, таких как Aero, защитник Windows, упрощенный поиск и оболочка вообще. Таким образом Windows 7 это полностью доведенная до ума Windows Vista. Если сравнивать с Windows 8, то в семерке более понятный и удобный интерфейс. Есть нормальный меню пуск и нет вот этих отвратительных плиток. Кроме того абсолютно не обязательно иметь учетную запись Microsoft, которая нужна для работы некоторых приложений. Опять же совершенно не нужных простым пользователям. Windows 7 хорошо оптимизирована, а значит стабильно работает на абсолютном большинстве компьютеров и поддерживает максимальное количество приложений. Чем Windows 7 могла не нравиться? Блин, я даже сам не могу ответить на этот вопрос. За что можно было хейтить Windows 7? Нет, какие-то недостатки у нее определенно есть. О них можно почитать на соответствующих ресурсах. Но все они настолько минимальны, что на них можно просто закрыть глаза. Я пользовался Windows 7 с 2012 года, когда мне подарили еще старый ноутбук. На нем стояла Windows 7 домашняя базовая, которая поставлялась для развивающихся стран, в том числе таких как Россия. На ней не было аэро и прочих плюшек, совершенно не нужных пользователю, не шарящему в компьютер. Да и знание компьютера у меня тогда было на уровне игры в косынку. Windows 7 я пользовался до августа 2014 года. Потом началась разработка Windows 10, за которой я, будучи еще школьником, с увлечением следил. Windows 10 мне нравилась, несмотря на ее недостатки, о которых речь пойдет дальше. Итак, Windows 7 была для меня в большой тройке операционных систем, наряду с Windows 10 и Windows XP. Кстати, напиши в комментариях свою историю знакомства и дружбы с Windows 7. Microsoft настойчиво рекомендует пользователям обновиться до Windows 10. И, судя по статистике, у нее это получается успешно. А теперь давай подумаем, почему вот эти 11% по данным на ноябрь не обновляются на новую операционку. Причин может быть несколько. Чаще всего это слабый компьютер, не поддерживающий Windows 10, или поддерживающий ее очень плохо. Или множество слухов, типа того, что Windows 10 собирает пользовательские данные. Легальность этого была подтверждена даже Роскомнадзором. В лицензионном соглашении, которое идет перед установкой, указано, что пользуясь Windows 10, ты даешь согласие на обработку своих персональных данных и передачу их в корпорацию добра. Следовательно, никакого нарушения российского законодательства нет, и пользователь сам виноват в том, что он нажимает кнопку «Я принимаю условия соглашения», даже не прочитав его. Вывод. Читайте лицензионное соглашение. Как известно еще, Windows навязывает обновления и даже саму себя. Многократно пользователи жаловались на то, что им предлагают обновиться до Windows 10, или в особо клинических случаях компьютер обновляется сам. А, Microsoft рекомендует обновлять Windows 10. Что я должен сделать? Я готов похлопать этим 11% сидящим на семерке, которым нипочем все маркетинговые ходы Microsoft. Кстати, знаешь, почему нет Windows 9 и iPhone 9? Потому что девяткой может быть только Балтика. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Так все-таки, что означает окончание поддержки Windows 7? На сайте Microsoft даны ответы на часто задаваемые вопросы, но здесь не сколько объяснение ситуации с поддержкой Windows 7, сколько очередное навязывание Windows 10. Так что я постараюсь это объяснить самостоятельно. Окончание поддержки Windows 7 означает, что Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности для Windows 7 и предоставлять техническую поддержку. По сути, это все. Твой компьютер по-прежнему будет работать, включаться, запускать программы. Он не взорвется и твои данные в ФСБ и в ЦРУ не передаст. Передашь. Передаст, конечно. Если ты будешь использовать Windows 7 после 14 января 2020, ничего такого не будет. Однако, ты рискуешь одной, не знаю, насколько важной для тебя вещью. Твой компьютер не будет получать обновления безопасности и, соответственно, будет больше уязвим ко всяким атакам, угрозам, вирусам. Сторонних антивирусных продуктов, таких как Касперский, Аваст, это не касается, их антивирусные базы будут обновляться. Есть одно но. Самые болезненные изменения будут видны на дистанции. Поддержка Windows 7 заканчивается, следовательно, производители программного обеспечения уже перестанут выпускать свою продукцию для Windows 7. Уже по опыту Windows XP могу сказать. На нее уже не скачаешь Steam, Discord, VK, Messenger, а также новейшие версии браузеров. И антивирусов, кстати, тоже. Но это произойдет не сразу. Программа, которая выйдет в 2023-2024 годах, с высокой долей вероятности будет ругаться на Windows 7 и требовать более новую операционку. Для сравнения, Microsoft Office 2019 уже не встает на Windows 7 и Windows 8.1. Об этом говорили уже очень давно, так что судите сами. Нет, пользоваться старыми версиями ПО никто не запрещает. В новостях мелькали заголовки о том, что поддержка Windows 7 будет продлена до ноября, а то и вообще до 2023 года. Рано радуетесь. До ноября поддержка Windows 7 будет продлена только для компьютеров, которые задействованы в выборах президента США. Это сделано в целях гипербезопасности. Видите, как американцы сами себя испугались. А до 2023 года поддержка будет платной и предоставляется только корпоративным клиентам. Насколько ты помнишь, поддержка Windows XP была продлена до 2019 года для банкоматов. Но здесь никакой информации о банкоматах я не обнаружил. Оставаться на Windows 7 или обновляться на Windows 10 или хотя бы 8.1. Пока выбор за тобой. Но учти, что доля Windows 7 будет неумолимо сокращаться. И лет через 5 она окончательно станет историей в мире IT. Если есть возможность, советую взглянуть на Mac или на Linux. Я не использую Windows как основную ось уже полтора года, потому что... Потому что из Windows 10 в ее нынешнем виде просто некуда больше расти. Компьютеры вытесняются смартфонами и планшетами. А на эволюцию операционок стало пофиг даже самым ярым фанатам. Понравилось видео? Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы увидеть больше технических вкусностей на нашем канале. А также вступай в наши соцсети и делись этим видео с друзьями, знакомыми, с девушкой, еще с кем-нибудь. Пока!